Приступаем к работе с кожзамом. Этот кожзам где-то толщиной 6 мм, как было указано, но он достаточно жесткий. В предыдущем альбоме рисунок у кожзама такой же, но он был очень мягкий, с ним работать было легко и он немножко тянулся. То есть он легко клеился, у него с другой стороны какая-то такая ткань была мягкая, а у этого кожзама у него здесь какое-то такое синтетическое плетение, оно клеится не очень хорошо, надо подольше подержать. Для этого я взяла вот такие картоночки и зажимчиками буду цеплять. Сейчас первым делом нужно научиться клеить уголки. Я всегда проверяю кожзам, потому что я покупаю, он почти весь всегда разный. Некоторые вот так хорошо тянется, вот этот вообще не тянется, а некоторые прям хорошо растягиваются. У них бывает вот здесь разная поверхность, например, вот у меня кожзам китайский, он вообще вот так очень хорошо тянется, у него здесь какая-то такая вот лохматая структура, текстура, и он боится клея, секундного клея, он от него, как это сказать, портится, разлазится. А вот этот надо проверять, боится он или нет, прежде чем клеить. Клеить я его тоже буду вот на такой же клей, мастер-клей. Я всегда рекомендую сначала протестировать свой кожзам, потренироваться на нем, сделать уголочек, а потом уже, ну, на таком каком-нибудь кусочке, а потом уже приступать к работе основной. Сейчас я приклею одну сторону, так же, как и в работе, более длинную, хотя в случае с кожзамом я сначала заклеиваю короткие стороны. Так, одну сторону приклею. Идите назад, он, кожзам, старается уйти. Надо зафиксировать и подождать, пока наклеится. Пока, давайте выкроем окошечко. Продолжение следует... Продолжение следует...